Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон Сити Чорч Коллин Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором на углубление познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Мы с вами разбираем такую тему, как «Как слышать Бога». И в предыдущих занятиях я говорил о самом процессе, как мы слушаем Бога. Я уподобил это пророческому процессу, то есть мы слышим Божий голос, мы применяем это к нашей жизни, и также бывает, что нужно и передать Божье Слово другим людям, Слово от Бога. Мы видим, что Бог, Он Бог, который с нами общается и разговаривает. Он творец всего, Он также тот, кто открывает, Он открывает себя. И вообще в центре этого процесса слышание Бога стоит вот эта цель, чтобы познать Бога лучше. Так же, как и в человеческих отношениях, когда мы общаемся друг с другом, мы начинаем больше понимать друг друга, мы больше начинаем узнавать друг друга. И очень важная часть такого общения – это научиться, как слушать. Тем более же и в данном отношении, так это важно, в нашей жизни перед Богом научиться слышать Его и применять Его Слово к нашей жизни. Мы с вами поговорили о том, что Бог говорит через Своё Слово, через Писание, потому что Писание является откровением Божьего Слова в записанной или в письменной форме. Бог двигался, Бог побуждал людей говорить Божье Слово и затем, чтобы они зафиксировали это Слово в письменном виде. И вот этот процесс самого Писания – это очень жизненно важная часть того, как Бог с нами общается. И, конечно, это не только письменное Слово или печатное Слово. Иисус является личным Словом. Он так и называется. Он есть Слово Божье, Логос Божье. Другими словами, когда мы хотим услышать то, что Бог нам говорит, мы слушаем Иисуса. И то, что записано в Евангелии, здесь содержится так много записей о том, что делал Иисус, то, что Он говорил. И всё это является откровением о том, кто такой Бог. Потому что и ведь Иисус пришёл, чтобы открыть или показать нам Отца. И во всём остальном Новом Завете, это в Посланиях и в других Писаниях, мы видим тот же Дух Христов, который говорит нам через Новый Завет. И также очень важная часть, как мы слушаем Бога, мы узнаём Его волю. Мы проводим время, разбирая эту тему. Мы поговорили о том, как нам узнать волю Божью для нашей жизни, ведь это очень важный вопрос. Очень часто в моём пастырском служении такое бывало, когда верующие приходили и спрашивали, а как же мне узнать волю Божью для моей жизни? И вы знаете, это вопрос конкретной воли, которая есть у Бога для нашей жизни индивидуально. Поэтому, если мы не научимся слышать Бога, мы никогда не сможем узнать Его волю для нашей жизни лично. Это значит, что мы просто не будем знать, как нам ходить, как нам жить в соответствии с этой волей в нашей жизни. Поэтому, я думаю, мы все с вами согласимся, что это очень важная тема. И на предыдущих недавних занятиях я потратил достаточно времени тому, чтобы рассмотреть этот вопрос с перспективы Ветхого Завета. Мы посмотрели на пророков, на Божьих людей, как они принимали Божье Слово, и как они передавали его другим людям. Я сейчас не предполагаю, что ты и я, мы должны стать такими же, как, например, пророк Ветхого Завета, для того, чтобы слышать от Бога. Нет, но ведь есть принципы, которые мы с вами увидели в Ветхом Завете, и мы с вами учимся применять эти же принципы к нашей жизни, являясь верующими, которые живут сегодня. Итак, для нас связкой к этому также является откровение из Нового Завета о пророческом слушании или слышании. Конечно, есть пророки и в служении Нового Завета, но более важно при этом отметить, что нам нужно знать, как Дух Святой наполняет и начинает жить в каждом верующем, чтобы мы могли слышать Его голос сегодня. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия серии «Меч Духа». Тема «Как слышит Бога» — это часть нашей школы служения в Слове и в Духе. Мы с вами рассматриваем весь этот процесс пророческого слышания. Мы слышим Бога для того, чтобы вы могли исполнить свою пророческую функцию, являясь верующим человеком. На предыдущем занятии я говорил о том, что у каждого верующего, у всех верующих есть пророческая функция, я называю это священством всех верующих. На предыдущем занятии также мы провели время, разбирая то, как пророки Ветхого Завета функционировали и какие принципы управляли ими в их помазании, в их призвании, в их функции, как пророков, как Божье Слово, Слово от Господа приходило к ним, как они это Слово выражали во времена Ветхого Завета. Вот сейчас мы с вами перейдем к Новому Завету и мы рассмотрим процесс пророческого слышания в Новом Завете. На этом занятии мы полностью сфокусируемся на личности Господа Иисуса Христа. Мы с вами уже посмотрели, как пророчествовал Моисей в 18 главе Второзакония, это Второзаконие 18.18, как придет другой пророк, такой же, как он в данном случае, он говорил об Иисусе Навине, его преемнике, но также он пророчествовал о великом пророке, о самом великом пророке, величайшем из всех, о том, кто был даже не только пророком, он был и пророком, и намного больше, чем пророком. Он говорил о том, кто был и есть Сын Божий, это Иисус Христос, наш Спаситель. И вы знаете, Иисус, Он принял это понимание того, что Он пророк. Фактически, христианское богословие признает, что Иисус все эти великие служения содержит в себе. То есть, Он великий пророк, Он великий первосвященник, и Он царь. Он пророк, священник и царь. Поэтому, можно сказать, что это очень почетный титул, и он соответствует очень конкретной и очень уникальной функции, которую имеет Иисус в каждой из этих позиций, или в каждом из этих служений. Итак, мы рассматриваем Его как великого пророка, уникального пророка, Сына Божьего, Слава Божьей, который приходит, чтобы принести откровение о самом Боге. Во Второзаконе 18.18, как я и говорил, Моисей пророчествовал, что придет другой, другой пророк, пророк такой же, как Он, который принесет Слово от Господа. И поэтому, во времена Иисуса Христа, и иудеи, и евреи, они имели очень сильное ожидание того, что придет Мессия, который придет и станет вторым Моисеем, что Он и будет этим вот другим пророком, который откроет и покажет Бога народу, и что это будет такое очень-очень близкое откровение о Боге, и что этот пророк, так же, как и Моисей, будет на величайшем таком уровне, высочайшем уровне, в больших масштабах, будет повторять вот эти чудесные дела, о которых говорит книга Исход. Поэтому, когда священники и левиты стали задавать вопросы о Нокрестителе, ведь они и спросили, «Ты ли пророк? Ты ли Мессия? Ты ли тот пророк?» Поэтому о чем они говорили? Они говорили об этом великом пророке, который должен прийти. И многие люди считали, что Он будет такой мессианской фигурой, о которой предсказано во Второзаконе 18.18. Затем в Деяниях 3 главе Петр показывает, что он верил то, что Иисус и был тем долгожданным верховным пророком. Когда Петр проповедует это Деяние 3 глава, стихи из 22 по 24, он так сказал Моисей, «Сказал отцам Господь, Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти». Итак, Петр верил, что Иисус и был этим верховным пророком, о котором пророчествовал Моисей. Но это было не только, знаете, горстка людей, которая это признала. Везде, где мы видим свидетельства о том, что люди поверили в Иисуса, что Он был пророком, а они верили, что Он был пророком. Если, может быть, не верховным, но вообще пророком. Клеопа четко понимал, что Иисус был пророком, потому что такие вещи, которые он говорил и делал, говорил об этом. Луки 24 глава, 19 стих. Он сказал им, о чем? И они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, и Слове перед Богом и перед всем народом. Это были два ученика, которые шли по дороге в Имаус, и они сказали, вот когда Иисус пришел, стал говорить с ними, Он воскрес, но они не знали, кто Он был. Он как бы сокрыл себя, сокрыл свою идентичность от них. И они сказали, о, ты, наверное, единственный, кто не знает, что там произошло в Иерусалиме, Иисус Назарета, такой могущественный пророк в Слове и деле. И вот это показывало, что они признавали, что Он был пророком. Женщина-самарянка у колодца, она признавала, что Иисус был пророком, потому что Он знал о ее личной жизни. Вот эти подробности. Толпа людей, они признавали Иисуса пророком, особенно когда Он накормил 5000, они также приняли Его как пророка, когда Он заехал в Иерусалим на осле. Матфея 21, 11, народ же говорил, «Все есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Враги Христа также признавали, что Он был пророком. Даже во время вот этого спора с Никодимом, и Никодим сказал, «Иоанна 7,52». Они сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Вы знаете, да, что и враги даже ссылались на него, как на пророка. Они пытались доказать, что это не так, потому что они пытались показать, что Он не может быть настоящим пророком. Фарисеи пытались действительно доказать, что Он не тот пророк, что Он не мессия. Но Никодим-то знал, когда он сказал, «Смотри, ты должен быть от Бога. Мы знаем, что ты от Бога пришел, потому что никто не смог бы такого сделать, если бы Бог не был с ним». Другими словами, Он признавал, что Иисус выполнил эту великую роль, это пророческое служение. И Иисус сам, Он считал себя пророком. Пророком также. Итак, мы видим это понимание, что Иисус действительно был тем самым пророком. Он был великим пророком из чисел 12 главы с 6 по 8 стихи, но также Он был тем великим пророком из старозакония 18 главы с 14 по 17 стихи. Он также был пророческим, страдающим рабом Божьим, что в идеале исполнилось, вот то, что говорилось в этих последних главах книги Саи, которые говорят о рабе Господнем, о слуге Господнем. И во всем этом Иисус исполнил все эти пророчества относительно пришествия того, который должен был быть пророком, великим пророком, величайшим из всех. И сейчас мы с вами посмотрим, как Иисус исполнил, как Он исполнял эти функции, которые несет пророк, для того, чтобы вот так вот утвердить свое пророческое служение. Мы с вами посмотрели, что пророки были призваны знать Бога. И знаете, Иисус, превыше всех остальных, действительно знал Бога. То есть Он знал Бога так, как никто другой Бога Он не знал. Он вечный сын вечного Бога, поэтому он был способен принести полноценное откровение об отце. И он говорил так, если видели меня, видели отца. То есть он знал Бога. И в Иоанна 1.18 здесь описывается Иисус, как кто-то, кто был уникально близок к Богу. Иоанна 1.18. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий внедри отчим, он явил. Итак, он был самым близким к сердцу отца, и поэтому он действительно мог открывать нам отца. Матфея 11.27 говорит, все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Итак, как пророки знали Бога, и как они открывали Его в своей жизни словами и делами, так Иисус знал Бога, и Он открывал Его так, как Он знал Его. Он знал Отца идеально, совершенно. То есть Он не просто какой-то пророк, или один из пророков. Он выше всего этого. Он сын живого Бога, но Он исполняет также и пророческое служение в своей жизни. Итак, мы знаем, что Иисус, Сын Божий, Он огнец, Божий, Он личное, Слово Божий, Он свет миру. Все эти вещи описывают Его, как совершенного пророческого открывателя, или того, кто открывает нам через откровение, Бога Отца. Мы также с вами поговорили о том, что пророки слушали Бога и были Ему послушными. То есть они жили в подчинении Богу. Даже вот в Евангелии от Иоанна мы видим, как большой акцент ставится на божественной природе Иисуса, но мы также видим, как Его человечность также проявляется, причем много раз. Иоанн записал то, что Иисус утомился и сел у колодца в Иоанна 4 главе, когда Он говорил с женщиной, самарянкой у колодца. Именно Иоанн открывает нам настолько совершенным образом божественность и человечность Иисуса. И также это именно Иоанн, который подчеркивает, что Иисус находится под полной властью Отца, в полном подчинении. Иоанн подчеркивает этот момент даже больше, чем в других Евангелиях авторы. Поэтому говорится в Евангелии от Иоанна, что Иисус никогда не шел никуда, не делал ничего, не говорил ничего и не совершал ничего, кроме того, что делалось в послушании к инициативе Отца. Видим это, например, в Иоанна 5.19. Здесь говорится, Иисус так ответил. Он сказал, «Я говорю вам, что все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И в 30 стихе 5 главы Иоанна Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Итак, мы видим Иисуса как реально послушного, подчиненного Богу, раба Господня, великая пророческая фигура, которая знает, как успокоиться в откровении от Отца и как подчиниться и слушать откровения от Отца. Он тот великий, кто был послан, Он слушает, Он повинуется и Он действует на основании того, что говорит Отец Матфея, 15 глава. Здесь 24 стих показывает, что Иисус был послан к четко очерченной территории, четким, конкретным, уникальным призванием. Он говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Он должен был пророчествовать конкретной группе людей, потому что мы видели, изучая Ветхий Завет, что пророки были призваны очень конкретно и посланы также конкретным людям, чтобы им служить. И Иисус даже этот пример, даже эту характеристику исполнил. Также мы видим, например, как внезапно проявлялась и начиналась пророческая деятельность. Например, как в жизни Илии и у Амоса. В жизни Иисуса это также повторилось. Амос говорил, вы помните, «Я не был ни пророком и ни сыном пророка, я был пастух и собирался к Амур». Это Амос 7, 14, 15. «Но вдруг Господь взял меня и сказал, «Иди пророчествуй к народу моему». Также Иисус из Назарета. Он жил все эти годы первый. Он был скрыт, он не был известным, он жил как сын плотника, насколько люди знали, вот своим земным пониманием. Но потом наступил такой момент, когда Дух Святой сошел на него, и затем он был выслан, он был призван публично к служению, которое выходило далеко за рамки Назарета. Это было публичное служение, которое распространилось по всей той земле. Мы с вами также говорили о том, что пророки были призваны говорить Божьи слова, и, конечно, это применимо к Иисусу больше, как кого-либо другого. Каждое слово, которое он говорил, было от Отца и пророки. Они не говорили свои мысли, свои какие-то понимания или свою мудрость. И так же с Иисусом. Он тоже не говорил ничего от себя. Он говорил только то, что Отец Ему говорил. И Анна 12, 49 и 50 стихи говорят так. «Ибо я говорил не от себя, не от своей власти. Но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его и жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Поэтому каждое слово, которое говорил Иисус, оно приходило от Его Отца. Мы также видели, рассматривая пророков, мы видели Божьи дела, и Иисус творил Божьи дела. Именно так Он пришел, чтобы исполнить дело Своего Отца. Он не только, знаете, разговаривал без каких-то действий. Он был пророком, могущественным или сильным, и в слове, и в деле. Точно так же, как многие из Его пророческих предшественников, Его слова подтверждались Его делами. И, знаете, в разные времена, во время церковной истории, некоторые учителя Библии подчеркивали вот такой момент, что Иисус делал все эти вещи в силе Своей божественности. И тогда они, конечно, немного переживали, как представить эту доктрину о божественности Иисуса. Но иногда все-таки они очень близко подходили к тому, чтобы полностью обесчеловечить Его, лишить Его человечности, подчеркивая лишь Его божественность, забывая о человечности. Иисус, Он стопроцентно был и Богом, и человеком. То есть Он стопроцентно Богом, как будто бы никогда не был человеком, а также Он стопроцентно полностью человек, как будто бы Он никогда не был Богом. Он и то, и то. Полностью Бог и полностью человек. Поэтому чрезмерный акцент на божественной природе Иисуса может создать впечатление, что Иисус исцелял больных только потому, что Он был Богом и творил чудеса только потому, что Он являлся таким божественным человеком, Богом. И если бы это было правда, если бы это все и больше ничего, то это бы, конечно же, подвергло сомнению заявление, которое делал Иисус относительно больших дел, которые мы должны совершить, и те знамения, которые должны последовать за нашей проповедью Слово Божьего уже после Иисуса. Нет, Иисус творил эти могущественные дела, потому что Он был Божьим пророком, Он был Божьим человеком, также помазанным Духом Святым. Он мог бы только божественную силу использовать, и, может быть, в той степени, в которой Он служил, так это показывало, что Он был уникальным Сыном Божьим и подчеркивал свою уникальность, как уникальный пророк и Сын Божий, поэтому Бог явлен и во плоти. Но не в этом был основной смысл. Знаете, Иисус служил таким образом, чтобы мы могли пойти служить. Он показал нам модель служения, пример, чтобы мы могли научиться служить так, как служил Он. Точно так же, как Божьи служители в Ветхом Завете работали в партнерстве с Богом, сотрудничая с Богом Отцом, так же Иисус, видно, как Он сотрудничает с Богом Отцом, Он в партнерстве двигается с Богом Отцом, исцеляя больных, воскрешая мертвых, и творя все эти могущественные чудеса и знамения через помазание Духа Божьего. Так оно и говорится. Деяние 10.38. Библия учит очень ясно этому, что это был Бог, который творил все эти дела через Иисуса Христа, и что это было подчинение Иисуса Отцу, которое сделало Его способным все это творить. Это не ставит, не компрометирует Его божественность, но это показывает нам Его человечность, то есть человеческую природу и Его пророческое служение. Итак, Иисус творил все эти дела, потому что Он был очень смиренным и служащим другим человеком, который был наполнен Духом Божиим. Он слушал Отца, и Он ограничивал свои дела и свои действия в соответствии с божественными инструкциями, то есть направлением от Отца. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 17 стих. Здесь слепой, нищий, опять же, обращается к Иисусу как к пророку в точности, потому что Он открыл его глаза. Что вы думаете? Что ты думаешь о нем? Я думаю, Он пророк, Он сказал. А ему они сказали, ты рожден во грехе и знаешь больше, чем мы, фарисеи, лидеры. Ты думаешь, что Он пророк? И Он сказал, он должен быть таким, чтобы это сделать. Он смог открыть слепые глаза. А вы даже не знаете, кто Он, и Он начинает немножко над ними подсмеиваться. Поэтому любой мог увидеть, что Иисус был пророком, если, конечно, ты не был чрезмерно надменным и закрытым в своем понимании, вот в таких вот предрассудках. Поэтому мы видим в серии библейских занятий служения Духе Святом, что это важная истина, что творить чудеса – это доступно для каждого верующего, кто помазан Духом Святым. Если ты будешь слушать очень внимательно Бога и отвечать Ему в евангельском послушании при помощи Святого Духа. Итак, увязка в Ветхом Завете между Духом Святым и пророчеством достигает своей кульминации в жизни Иисуса. Я уже цитировал это местописание. Это книга Деяний 10.38, где говорится, что Бог помазал Иисуса из Назарета «Духом Святым и силою». И вот там Петр как раз-таки на что ссылается? На помазание, о котором пророчествовал Исаия в 61 главе 1 стих, где он говорит о Божьем рабе, о служителе. «Ту, Господа Бога, на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать, ничем послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождений и узникам открытия темницы». Вот здесь Исайя пророчествует о помазании на его жизни, но Исайя, служитель Господень, он также является пророческой личностью, которая указывает на следующего, который должен был прийти на Иисуса из Назарета. И когда Иисус начал свое публичное служение там, в синагоге, в Назарете, Он так и сказал, Он процитировал это местописание, это Луки 4.18, «Дух Господень на мне», и дальше Он говорит, «Это Писание исполнилось сегодня в этот день». И поэтому Иисус ходил, благотворил, исцелял всех, кто был угнетаем или обладаем дьяволом, потому что Бог был с ним, Он был служителем, помазанным Богом. Петр это понимал, поэтому Он сказал семье Корнилия, «Вот тот, которого вы должны уверовать». И вот здесь мы видим вот эту кульминационную точку, как Дух Святой приходит на людей и звучит пророческое провозглашение, кто Бог и что Бог хочет делать в жизни людей. И потом, дальше, за этим следует пророческое слышание, которое течет благодаря помазанию. Пророческое провозглашение тоже приходит под помазанием. И пророческая демонстрация, потому что Иисус ходил и демонстрировал, показывал пророческие в своей жизни, в своем служении. Через те чудеса, которые Он творил, Он демонстрировал, что Он и есть этот помазанный слуга Господа, пророк Господень, который творит чудеса и подтверждает свое слово последующими или сопровождающими знамениями. И чудесами знаем, все это происходило, когда Дух Божий сошел на Него при водном крещении. Матфея 3, глава 16 и 17 стихи. Здесь говорится, «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись Ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и вот глаз небес глаголющий, это и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот в этот момент Иисус был отделен, как помазанник. Вы должны понимать, что вот это помазание не оно сделало Его Мессией, Он уже был Мессия, но это помазание продемонстрировало для всех окружающих, что Он и был этот Мессия, и также для Иисуса это указало на то, что вот наступило время для Него начинать функционировать в Его Мессия, в мессианском служении. Произошла активация мессианского служения, которое имел Иисус, когда Он пришел. Поэтому это не сделало Его Мессией, Он уже был Мессией, но Он был, как Сын Божий, отделен, как возлюбленный, помазанный Духом Святым, пророк, который получил особое приглашение иметь такую близость с Отцом, и который получил уникальное поручение служить словами и творить жертвенное дело, или дела. И это было пророческое служение Иисуса. Мы также можем посмотреть в Ветхом Завете и увидеть, что пророки иногда, они были использованы Богом, чтобы помазать других, передавая это помазание окружающим. Например, Илья и Елисей. Хороший пример. Мы также знаем, что Моисей возложил руки на Иисуса Навина, чтобы тот был снаряжен Духом Святым и пророческим служением. Иисус также исполнил и этот аспект. Есть очень сильная тема, она так сильно звучит в Писании, о том, что пророческое служение, оно существует для активации других людей. Мы с вами увидим это, когда мы коснемся учения Нового Завета от Церкви Иисуса Христа и как пророческое служение функционировало. Пророческие люди, им дана эта способность активировать служение в других людях. И Иисус также помазывал других. Итак, мы знаем, что это ясно, это четко видно в том, как Иисус был провозглашен Иоанном Крестителем, что Он тот, который будет крестить Духом Святым. Но Иисус, значит, был не только носителем Духа Святого, Он был также крестителем Духом Святым. Другими словами, Иисус нес в себе Духа Святого, но также Он должен был быть высвобожденным Отцом, для того, чтобы быть даятелем Духа Святого другим. И это пророческий акт, и мы видим, как это заявление описывается во всех четырех Евангелиях о том, как Иисус будет крестить Духом Святым. И это было первым пророческим действием Иисуса после того, как Он вернулся к Отцу. Его первый пророческий акт был в том, что Он принял обетованное от Отца и излил Его этот Дух, это обетование от Отца. Он излил Его на Церковь, чтобы снарядить Церковь, чтобы дать поручение, дав уже поручение Церкви проповедать Евангелие, идти и чтобы стать служителями Господа. И мы, как Церковь Иисуса Христа, мы продолжаем вот это пророческое служение, как слуги, чтобы быть свидетелями об Иисусе, помазанными Духом Святым, чтобы говорить от Его лица. Также, опять же, если мы с вами посмотрим на характеристики пророка, мы увидим, что пророки были призваны также ходатайствовать. Вы помните об этом из предыдущего занятия, когда мы говорили и разбирали книгу «Бытие», что Авраам был призван ходатайствовать, что он был призван стать другом Божиим, быть близко с Ним в общении и ходатайствовать. За другую титуцию. Ходатайство Иисуса говорит также о Его пророческом служении. И это продолжающееся непрерывное служение Иисуса. Мы знаем, что прямо сейчас Он вечно жив, чтобы ходатайствовать о нас. Евреям 7, 25. Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать о них или за них. Мы также видим из Римлянам 8 главы 34 стиха, где здесь говорится, а кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. Иисус Христос, Он и одесну и Бога, по правую руку Бога, Он и ходатайствует за нас. Итак, Иисус в Своем Небесном служении Он ходатайствует за нас прямо сейчас. Это часть Его пророческого служения. Фактически Иисус на небесах, Он исполняет все эти три великих служения. Он Царь, который сидит на престоле, там, на небесах. Он также Пророк, который ходатайствует за нас. А Он также Первосвященник, Великий Первосвященник, который также ходатайствует за нас. и является нашим великим посредником, чтобы мы могли найти спасение и чтобы мы имели эту защиту в нашей христианской жизни, чтобы в конце концов принять спасение в тот великий день, в тот великий день, когда наступит конец времени. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие, в котором мы говорим о теме, как слышать Бога. Я молюсь, чтобы Бог начал вам служить и чтобы Он помогал вам понять, как вы можете сами слышать Бога и как вы можете то, что Он вам говорит, применять на практике. Мы с вами встретимся в следующий раз. Мы продолжим это учение на тему пророческого слышания. Да благословит вас Господь! Продолжение следует...